Время свободы Юрий Жданов приговорен к трем годам заключения условно. Его освободили в зале суда. Юрий Жданов провел в СИЗО почти ровно 9 месяцев. На что рассчитывает Россия, открыто опубликовав проект договоров США и НАТО о гарантиях безопасности. Российский режиссер Иван Варапаев планирует снимать фильм о Сибири 70-х годов. Варапаев живет в Польше и там же будет готовить новую картину. Работать в России при нынешнем политическом курсе он не собирается. Рано утром 19 ноября бывший майор полиции Олег Кашенцев вышел из своего дома в Рыбинске, сел в машину и поехал в Москву. Там он припарковался у станции метро «Измайловская», надел оставшуюся у него от службы форму и поехал в центр российской столицы. Через полчаса Кашенцев стоял на Красной площади с плакатом «Свобода Навальному. Путин убийца». Уже через несколько минут сотрудники полиции вырвали плакат из рук Кашенцева и задержали его. Бывшему полицейскому, впрочем, удалось невиданное. В тот же день его отпустили и отправили в освоясье с протоколами на нарушение правил участия в публичном мероприятии и незаконное ношение форменной одежды. Кашенцева уже задерживали за участие в акциях в поддержку Навального. Это было зимой 2021 года. Он говорит, что с тех пор несколько раз замечал за собой слежку и уверен, что его телефон прослушивается. Еще в 2019 году Кашенцев ушел из органов внутренних дел, объяснив это тем, что работа в МВД окончательно перестала отвечать его политическим и гражданским взглядам. Одним из поводов, потолкнувших Кашенцева выйти с пикетом на Красную площадь, стали массовые увольнения российских полицейских за лайки и подписки на ресурсы Алексея Навального и его соратников в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову. Расскажите, если можно, когда вы решили выйти на Красную площадь с этим плакатом, когда вы задумали эту акцию и почему вообще вы это сделали? Вы ради нее приехали специально в Москву из Рыбинска? В принципе, да, я приехал больше из-за этой акции. У меня еще были дела такие небольшие, так сказать, домашние, но которые я все-таки не успел сделать. Так что, да, основная цель моего визита в Москве была именно вот эта вот акция. Вот именно данную акцию я решил после того, как в последнее время в рядах органов внутренних дел, через так называемые чистки. Ну, это одна из причин, на самом деле, причина все-таки этой акции была, это поддержка Алексея Навального по поводу выражения своего мнения по поводу всего того, что происходит вокруг него. Но также я хотел выразить свое мнение, свою позицию в отношении действующего у нас, как сказать, президента. Ну, то есть, что у меня было написано на плакате в том числе. Ну, и последнее, значит, событие, о которых я начал говорить, о событии системы МВД, то есть зачистки, как называемые, да, это послужило как бы дополнительным точком к этой акции. Вот, и я уже принял уже окончательное решение провести данную акцию. Что это за зачистки в системе МВД, о которых вы говорите, расскажите, если можно. Ну, если вы помните, как давно стали появляться информация, новость о том, что в рядах МВД увольняют сотрудников массово, которые подписаны на Алексея Навального и на его структуры в соцсетях, либо которые просто ставят лайки, например, под постами. Уже немало свидетельств к тому именно увольнению. Я имел именно вот такие, так называемые, чистки. Вы знаете кого-то, кого так уволили за то, что он был подписан на Навального или на ФБК? Лично я не знаю в нашем городе, чтобы конкретно он был уволен. Ну, я знаю, например, сотрудников у нас в городе, который работает, которым просто намекали. То есть, чтобы они не интересовались, не подписывались на Навального и прекращали в этом направлении в соцсетях. Я знаю по новостям, что были уволены в других городах у нас в России. Пришлось ли вам соблюдать какую-то конспирацию, чтобы не быть задержанным раньше времени? И что было после того, как вас задержали? В чем вас в итоге обвинили? Я, если честно, опасался, что меня задержат, так сказать, на подступах к Красной площади, потому что вокруг, мне известно, много ФСОшников ходит, много сотрудников штатских. Но я на самом деле проехал, наверное, больше, чем через пол Москвы в этой форме на метро. Да, я опасался, что я буду задержан, поскольку у меня на форме не было жетона. Ну, какая тут конспирация? Нет, я просто вел себя естественно и не привлекал к себе внимания. Вот, и в итоге все получилось удачно, так сказать, меня никто не задержал. Я провел свою акцию, донес во людей свою точку зрения. Акция продлилась, ну, на мой взгляд, минут пять, плюс-минус. После чего ко мне прям бегом подбежали сотрудники ППС, сотрудники ОМОНа. Ну, я, значит, наблюдал там еще и сотрудников, вероятно, ФСО в штатском, которые давали указания сотрудникам в форме. То есть, когда ко мне подошли сотрудники полиции, они у меня отобрали плакат сразу. Я показал паспорт, они его сразу к себе взяли и припроводили меня, значит, доставили в ближайший отдел полиции, это отдел полиции Китай-город. За время, значит, этой акции, хоть она была и непродолжительная, собралось очень много людей, прохожих. Значит, все наблюдали, смотрели, то есть, я считаю, что да, я довел фундаментами свою точку зрения и, значит, выразил свое мнение вот этой акции. Ну, полицию меня привели, там меня продержали три часа, составили два протокола. Первый протокол – это по самой акции за пикет по статье 20.2, часть 5, КОАП. И второй протокол – это за незаконное ношение полицейской формы. Это статья 17.12, тоже КОАП. Вот, несмотря на то, что я майор полиции в отставке, ну, то есть, юридические основания для ношения у меня нет. Почему, как вы думаете, вас в итоге отпустили с полиции? Подобные акции проходят на Красной площади чуть ли не каждую неделю и неизменно заканчиваются для их участников многодневными административными арестами? Ну, дело в том, как я считаю, что на момент проведения данной акции у меня за плечами, так сказать, нету действующих протоколов административных по аналогичной статье. И, соответственно, та часть статьи 20.2, которую мне изменили, она не предусматривает арест, она предусматривает штраф максимум. И именно поэтому на основании для моего административного ареста у сотрудников МВД данный момент не было. И всех задержанных, которые были задержаны до меня, у них, насколько я понимаю, были ранее уже составлены протоколы, то есть, они привлекались по аналогичной статье. А повторное нарушение, так сказать, в кавычках, нарушение данного законодательства, оно влечет именно административный арест в том числе. Вот у меня, на самом деле, были административные протоколы, это два протокола, еще в январе, под первому делу, 23 января по митингу, меня суд первой инстанции привлек к административной ответственности, назначил штраф 10 тысяч рублей, но я подал апелляцию в областной суд Ярославской власти. И, соответственно, в апелляции я доказал, что данный протокол был составлен незаконно, поскольку сотрудники полиции допустили очень много нарушений. Вот, соответственно, суд апелляционной инстанции, суд второй инстанции, данный протокол отменил. По второму протоколу, по второму делу, по акции протеста 31 января, у меня также был составлен протокол. Изначально меня задержали прямо на самом митинге составленного протокола, но я выиграл суд уже в первой инстанции тогда. Еще, если можно, немножко расскажите о самой акции. Вот вы стояли в полицейской форме с этим плакатом. Что вызывало у людей, которые мимо вас проходили или останавливались с большим удивлением? Сам плакат или тот факт, что его держат полицейские? И люди, которые вас задерживали, они вообще как-то выражали свое удивление тем, что не просто какой-то пикетчик стоит, а полицейский с плакатом? Ну, люди, прохожие, они выражали поддержку. Некоторые даже фотографировались рядом со мной. Полицейские, которые ко мне подошли, там разговор был короткий. Немедленно уберите плакат, пройдемте с нами. Я сразу не стал отбирать. Пытался объяснить, что я имею право. На выражении своего мнения, согласно Конституции, ну, соответственно, сотрудников полиции данные слова не убедили. Он просто забрал у меня из рук плакат, практически вырвал. Сотрудник полиции, который меня задерживал, меня он несколько удивил. Первый вопрос, который мне задал, когда меня доставили в воде полиции, он спросил, сколько вам за это заплатили? Меня это так удивило, я был шокирован даже несколько. И вот таким вопросом я ему объяснил, что на данные акции люди за деньги не выходят. Это дело такое, что человек таким образом выражает свое мнение, и за это деньги никто не получает. И мне очень жаль, что этот сотрудник так думает. Я ему это прямо так и сказал. Почему вы считаете Путина убийцей? Во-первых, все мы знаем из последних расследований ФБК и других изданий, что сотрудники ФСБ, скрывать это уже смысла никакого нет, все об этом знают. Молчать об этом нельзя. Сотрудники ФСБ занимаются политическим убийством на стране. Я считаю, что за это несет ответственность лично Владимир Путин. Вы не боитесь каких-то дальнейших репрессий в свой адрес объявления уголовного дела иностранным агентам, чего угодно? Страх – это нормальное чувство. И сказать, что я не боюсь, это было бы не совсем правдой. Опустения, конечно, есть, учитывая то, где я раньше работал. Опустения есть, да, но есть чего опасаться и за кого опасаться. Но, понимаете, есть вещи, которые, я считаю, нужно делать, несмотря на страх, потому что от этого зависит судьба других людей, оказавшихся в сложной и опасной ситуации, и судьба в целом нашей страны. С бывшим полицейским, вышедшим в пикет на Красной площади, говорил мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Суд в Ненецком автономном округе России приговорил к трём годам лишения свободы Юрия Жданова, отца Ивана Жданова, бывшего директора, признанного российскими властями экстремистской организации Фонда борьбы с коррупцией. Старший Жданов был арестован в марте этого года по обвинению в превышении служебных полномочий, а позже статья была изменена на мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, Жданов, работая в администрации посёлка Искателей, рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма, тогда как она уже получила помощь в виде субсидии. Рекомендация была дана жилищной комиссии, в которую входил Жданов, и свои вины он не признал. Адвокаты Жданова-старшего с самого начала расценивали арест 67-летнего пенсионера как способ давления на его сына из-за его политической деятельности. О приговоре, подготовке к реальному сроку и первом разговоре с сыном после освобождения Юрий Жданов рассказал корреспонденту нашего проекта «Северреалия» Елене Владыкиной. Считаете ли вы себя виновным? Нет, виновным не считаю. Изначально я говорил это на суде, я говорил это в ходе следствия. Я не считаю себя виновным. Преступление, которое меня меняет, я не совершил. А что сегодняшний приговор вообще означает для вас или для, может быть, родителей других активистов штаба Навального? Властью, ну, как бы она выразила свою позицию вот так. Но я полагаю, я полагаю, что это такой некий прецедент. Потому что в отношении всех остальных политзаключенных или политарестантов пока действуют самые жесткие меры давления такого, скажем. Вот мой приговор, наверное, некое исключение. По вашему мнению, почему условное наказание? Видимо, и сам суд тоже понимает, что моей вины здесь нет. И она не доказана следствием. Очевидно, суд это тоже понимает. И вот пытаясь установить истину, а ее всегда сложно установить, суд решил вот такое более мягкое. Ну, может быть, еще и смягчающие обстоятельства были учтены. Все-таки мне 67 лет, и это было отмечено в решении суда в приговоре как смягчающие обстоятельства. Кроме того, я вот считаю, что для округа, для Крайнего Севера, где я проработал несколько лет, я сделал больше, чем, может быть, некоторые находящиеся ныне в различных должностях и в различных креслах. А когда прокуратура запросила вам три года, о чем вы подумали? Потому что реально срок вот сейчас вам грозит. Я подумал о том, что это несправедливо. Во-первых, прокуратура стороны ГОС обвинения не смогла доказать моей вины. И запрошенный срок, ну, я тоже считал, что это слишком большой срок. Даже если соотнести, ну, вот гипотетически предположим, что было преступление, допустим, совершено, за такие преступления давать три года реального срока. Мы, конечно, живем в стране, где нет правосудия, в нашем российском правосудии. Но я же вижу, какие сроки дают. Вынужден был следить за тем, какие получают наказания реальные преступники. Ну, если только за мнение комиссии, за то, что вот мнение комиссии такое давать три года реального срока, я считаю, что тут несоизмеримы действия и наказания. Трое человек еще из комиссии, получается, и глава, которому вы рекомендовали выделить эту квартиру. Кто-то понес наказание какое-то по аналогичной статье, по аналогичной... Нет, нет. Их вообще не привлекали. Они проходили все свидетелями. А как аргументировала прокуратура, как сторона обвинения, тот факт, что глава эту квартиру написал приказ? Как они аргументировали, что глава-то не сидит? Прокуратура считает, что главу лично я ввел в заблуждение. Вот позиция прокуратуры и следственных органов, что бедного, несчастного главу я обвел вокруг пальца, ввел его в заблуждение. Он наивно ничего не знал, и вот он так вот, оказывается, доверился мне. А он это подтвердил в суде, что он доверился вам, чтобы он был в суд? Он свидетельствует. Он говорит, я ничего не знаю, не помню, меня ввели в заблуждение. Вы готовы были к реальному сроку, ну вот когда прокуратура вам удивила? Да, да, да. И я даже не так вот заверешивая, я думал, что ну один к десяти. Один шанс из десяти, что я получу вот этот условный срок. А так я был готов и морально, и организационно, скажем так, то есть я продумал уже все детали, как обратно надо будет на этап собираться. Ну, целая процедура, нужно собрать вещи, там нужно что-то отсюда взять, иметь в виду, ну попросить близких, родных, чтобы мне принесли. В тюрьме тоже справляет Новый год, там тоже накрывают стол, который называют в тюрьме крокодилом. Вот. Я уже думал о Новом годе в тюрьме. А как вообще прошел день перед приговором? Ну то есть насколько, о чем вы думали? Ну, день перед приговором это сложная тема. Прокручиваешь какие-то мысли, но стараешься не углубляться, потому что, или как в тюрьме говорят, не загоняться. Было ли вам страшно? Нет. Вы знаете, ну я все-таки достаточно взрослый человек. Да, есть люди, которым тяжело ломаются, но я не испытываю страх. Да, если я в тюрьму, значит в тюрьму. Это же не пожизненно, я знал, что и не пожизненно, и не расстрел. Так что как-то... Нет, я достаточно трезво оценивал ситуацию, но чувство страха я не испытывал. А связывались ли вы уже с сыном после того, как вышли? Успеялись связаться? Обычно это человеческие эмоции, обычная человеческая, скажем так, радость. Ну, вот как бывает, когда люди давно не видятся, вот они что, ну как, ну что, ну как, ну вот, здорово, ну рад, ну там вижу, что это самое, улыбаюсь, вижу. Удивлен ли он был приговору этому сам? Насколько я понимаю, он тоже был удивлен. С освобожденным вчера в зале суда Юрием Ждановым говорила моя коллега из проекта «Северреалия» Елена Владыкина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. В минувшую пятницу российский МИД опубликовал проекты двух документов – договоры с США и соглашение с НАТО. Речь в них идет о гарантиях безопасности. Фактически, Россия предлагает НАТО не только документально закрепить нерасширение Альянса на Восток, но и отказаться от какого-либо военного сотрудничества со странами бывшего СССР, а в первую очередь с Украиной. На фоне скопления российских войск вблизи украинских границ многие восприняли эти предложения как ультиматум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже заявила, что США не рассматривают возможности компромиссов по ключевым моментам европейской безопасности и поддерживают право каждой страны определять собственное будущее и внешнюю политику. В то же время, по данным источников Reuters, Соединенные Штаты обсуждают российские предложения с европейскими партнерами и диалог с Россией будет продолжен. Бывший посол Украины в США дипломат Валерий Чау считает, что сам формат открытой публикации проектов договоров свидетельствует о том, что работа российской дипломатии провалена. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Это не дипломатическая работа, это абсолютно свидетельство, что все попытки российской стороны продавить вот такого рода свои пожелания во всех переговорах последнего времени не увенчались успехом. Для меня это полный провал российской дипломатии, если они решили публиковать таким образом свои предложения. А почему провал? Потому что это значит, что все другие каналы и разговоры между президентами России и США и разговоры с лидерами европейскими не привели к тому, что, как говорят в России, коллективный Запад принял бы вот такие ультиматум России. И теперь они решили показать это публично, а вот вопросы, почему они решили это сделать, это сложнее. Вот с какой целью, чего хотят добиться, совсем не ясно. Это такая смесь советского стиля с новороссийским стилем. То есть это шантаж и ультиматум. Высказаны он не двузначно. Тут речь идет в первую очередь о угрозах каких-то гипотетических использований ядерного оружия, попытки раскола стран НАТО. Ведь даже в этих документах я к ним не отношусь на самом деле серьезно, именно потому что они так вот предоставлены. И там, если содержится, например, что-то, соглашение с НАТО вступает в действие после того, как большинство стран НАТО его поддержит, ну понятно, это же как на раскол НАТО. Поэтому это все неприемлемые условия. И возможно две причины. Первая причина – это такая ситуация, когда свидетельство слабости, что ничего не получается. Все провалилось, все дипломатические усилия со стороны России не получились. Дальше они не знают, что делать на самом деле. В этом есть опасность, потому что больше всего мы опасаемся непредсказуемых действий российских. Я бы не сбрасывал сценарий, что Россия может дальше поднимать ставки и пробовать еще раз показать, как Хрущев в свое время, Кузькину мать коллективного запада. Кузькиной матерью в данном случае может быть введение регулярных войск на территорию Украины? Это может быть попытка поднять ставки. Каким образом? Я думаю, что это будет сделано в отношении Украины. Подаваться это все будет совсем по другим соусам. Это может быть разный способ. Не обязательно атака на территорию Украины. Не обязательно. Есть другие способы, которые Россия уже применяла. Они уже атаковали Украину в своей территории. Были кибератаки. Были атаки на украинскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру. Я не исключаю, что это зимой. Будет достаточно непростая ситуация и в Европе, и в Украине. С нардоносителями. Вот такое соединение всех факторов может быть нанесена в следующий атаку. Я исключаю сценарий попытки, как это есть в некоторых ястребах российских, оккупировать еще часть украинской территории. Тут они не удержатся. А вот такие гибридные, совместные, скомбинированные атаки могут быть. Россия хочет вернуть всех назад. Когда еще Путин только начинал свой путь? Ну вот сейчас, они считают, сложились лучшие обстоятельства. И с точки зрения их подготовки к переговорам, это тоже надо учитывать. Это самое, возможно, на ближайшие годы, самая благоприятная для России ситуация, вести переговоры. Потому что дальше, и это еще один сигнал, видимо, закрытая информация для нас ложится на стол в Кремле, руководителю России, и он видит, что дальше ситуация в России будет только ухудшаться. С украинским дипломатом Валерием Чалом говорила Ирина Армалийская, корреспондент телеканала «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Российский драматург, сценарист и режиссер Иван Ворыпаев уже несколько лет живет и работает в Польше. И там же он планирует снимать свой новый фильм под рабочим названием «Сибирь». По сценарию действие разворачивается в 1974 году в небольшом сибирском поселке. Один из героев – шаман, в котором угадываются черты Александра Габышева, якутского шамана, который в 2019 году объявил о пешем марше на Кремль, а позже был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Иван Ворыпаев рассказал корреспонденту проекта «Сибириале» Андрею Шварцу о страхе, который доминирует в современном мире, и о том, почему он не будет работать в России при нынешнем политическом курсе. В сравнении путинской России с совком самого Путина с Леонидом Ильичем как бы 2.0 уже, кажется, не работает. Мы идем дальше в какую-то такую фантасмагорию уже погружаемся. Каким вы видите процессы его направления из Польши? Это для меня стал сложный вопрос. Знаете почему? Еще, допустим, несколько полгода назад я бы быстрее на этот вопрос ответил, и это было понятно. Если посмотреть на Россию в контексте мирового вообще, что происходит у нас в Польше сейчас, что происходит на границе с Белоруссией, что происходит в Германии, что происходит в Африке, что происходит в Соединенных Штатах Америки, то, наверное, если из такого контекста посмотреть на все это, то я бы сказал, что ключевое слово, которое можно обозначить в России, это страх. Власть России испытывает невероятный страх. И этот страх заражает весь организм, то есть он заражает всю страну. Но этот страх испытывают сейчас все. Вот я куда ни посмотрю, сейчас, наверное, доминантой взаимоотношений человеческих является страх. Все боятся всех. И накалывал страх невероятно велик. А раздувает его, конечно, в интернет. Потому что раньше люди живут там в лесах. Они, конечно, боятся, что какие-то сейчас к ним придут там неизвестные и начнут их там убивать. И так и было. Живут, живут раз, кто-то пришел напалнуть в свой народ. Но в промежутках этого, судя по летописям, судя по описаниям, этого страха не было. А у нас сейчас еще ничего не случилось, но страх уже очень силен. Из-за интернета информация быстро распространяется. Вы о России сейчас? Я говорю о России, потому что это общий страх. Не только у нас тут. На границе между Белоруссией и Польшей у нас сейчас главная тема. Больше тысячи по двух тысяч человек, женщин и детей. Они сидят в лесу и умирают от холода и голода. И по ночам мои друзья, актеры, звезды, актеры, знаменитые актеры, по ночам тайно бегают по лесам и разные организации приносят им еду и так далее. Это все сделал понятно. Лукашенко, это, конечно, ужасно, что это он их там привозит. Это его акция, он этими людьми манипулирует. Но не важно это. А люди со стороны Польши, которые стоят, не могут организовать, не могут их пропустить. Ну вот это власть. Потому что они боятся, как и весь его союз, что как бы пустим сейчас этих и пойдут следующие. Ну понятно, прецедент, да. Пустим страх неизвестными людьми черной кожи. Это страх. А люди там, женщины, дети, мерзнут. Это точно такой же страх, как и страх Владимира Путина потерять свою жизнь. Потому что он прекрасно понимает, что потеряв свою власть, он может также потерять свою жизнь и свободу. И его окружение очень прекрасно это понимает. И бизнесмены это очень хорошо понимают. Потому что они потеряют свой бизнес, могут потерять. Огромный. И солдаты это хорошо понимают. Генералы их тоже могут куда-то привлечь. И ФСБ это очень хорошо понимает. И в Соединенных Штатах это очень хорошо понимают. И все боятся. Все люди друг друга боятся. И я не выделяю здесь одну власть Путина. Потому что это было бы неправильно сказать, что только все боятся. То есть этот страх коллективный. Но дальше главное, чтобы не было ядерной войны, которая вроде не должна быть, но которой мы все боимся, опять же. Вы разорвали со своей стороны все взаимоотношения с российскими организациями. Это была ваша инициатива. Чувствуете вы себя эмигрантом? Да, я чувствую себя эмигрантом. Конечно, впервые в жизни я почувствовал себя эмигрантом. Но в том смысле, что я и есть пока что эмигрант. Гражданства у меня нет, у меня нет жительства. Постоянное, без продления. Но какие условия для вас возвращения в Россию? Вы же сейчас в Польше работаете. Нет, работать в России я не хочу. Я для себя понял такую вещь, что для меня исключено сотрудничать с государством российским. Я для себя не представляю такой возможности. Ну то есть я не осуждаю людей, которые это делают, ни в коем случае. Я понимаю, что если бы я там жил, то я тоже бы там работал. А что делать? Но у меня есть такая возможность, и я ее использую. Я скрываю этого. Я не хочу никакого сотрудничества с российским государством. Можно так понять, что условия возвращения вашего, это, ну не в смысле просто приехать, а в смысле работать. Да, это смена, как бы изменения государства. Курса. Не Путина, а Курса. Курса, да. Я не фамилии, я не с Путиным не боюсь. Я считаю, что до тех пор, пока в России главной доктриной является насилие, поддержка, оправдание сталинизма, памятники Сдержинскому, закрытие мемориала, непризнание жертв, репрессий, статьи о том, что нельзя сравнивать сталинизм и нацизм и так далее. Для меня это, для меня, как государственная система, подчеркиваю, я отделяю людей от государства, ну русских людей от государства. Я не русофоб, у меня ничего, я очень люблю Россию и русских людей, потому что я и сам русский человек, ну российский, да, скажем, я национальности имею в виду, а гражданство. Но система мне, это, если у меня есть такая возможность, я бы, вот у меня есть такая возможность, я ее использую. С режиссером Иваном Вырыпаевым беседовал мой коллега из проекта «Сибирь реалия» Андрей Шварц. Это был информационный даже стрим «Свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго.